Сейчас у оппозиции нет буквально ничего нового, что предложить людям. Они не в состоянии сформулировать какие-то новые смыслы, какие-то новые идеи и предложить людям вообще хоть что-нибудь. Мне кажется, все очень просто. Они канут в лето точно так же, как все время это было, если помните, Санников или вообще какой-нибудь Меленкевич. Где они сейчас? Черт их знает. И тут будет все то же самое. Это просто вопрос времени. Еще одна из причин вот этой постоянной грязни внутри оппозиции в том, что по сути штаб монополизировал практически все крупные финансовые потоки. Я думаю, абсолютно все, за исключением, может быть, редких и особо одаренных, понимают, что пора созидать, а не разрушать, что нужно строить жизнь. Роман, здравствуйте. Добрый день. Хотел спросить, как поживаете, но слушайте, тут весь интернет пестрит вашими фотографиями с отдыха в Дубае. Тут нет никакого секрета, действительно, потому что эти фотографии, собственно, публиковал я сам в своем телеграмме, и да, это была моя поездка на отдых, причем не только это был в Дубае, это было еще в Абу-Даби, поэтому, да, вот неделю вместе со своей второй половинкой отдыхал. Более того, летел, как это, может быть, парадоксально или даже смешно бы звучало, на Белави, на нашем национальном авиапереводчике, давненько не летал на самолетах, уже больше трех лет, ну, что могу сказать, и сервис, и сами самолеты, все на прекрасном уровне, даже несмотря на все те санкции, которые вводили, и которые действуют до сих пор, при этом, опять же, та же Белавиа не имела никакого абсолютно отношения к тому инциденту, который был со мной, ну, вот, тем не менее, продолжают существовать, и это радует. Спрошу, как сварщик сварщика, вот я просто знаю, что вы работаете сварщиком на заводе, оплата труда сварщика позволяет так вот спокойно сесть, поехать в Арабские Эмираты отдыхать? Ну, судя по всему, что это случилось, то, видимо, да. Ну, я бы не сказал, на самом деле, так, зарплата хорошая, безусловно, даже по меркам столицы, ну, при всем при этом, все-таки, основная часть денег, которая у меня была на поездку, это какие-то накопленные сбережения, потому что при всем при этом я стараюсь не забрасывать журналистику, которой я занимался с 2012 года, то есть уже, сколько там, суммарно 12 лет, да, и до сих пор стараюсь писать, работаю на фрилансе, и кое-где даже публикую статьи, либо анонимно, либо под псевдонимами. А где вас читать? Вот не скажу, пусть это будет секретным фильмом. Слушайте, ну, на вас же висели какие-то там огромные штрафы? Погасить бы настолько большие штрафы я точно самостоятельно не смог, как минимум до пенсии, но дело в том, что я официально подал апелляцию в Верховный суд, и, собственно, вот мое обжалование прошло, и вот этот огромный штраф в отношении меня отменили. То есть это позволило вам, в общем-то, жить с такой нормальной жизнью, что ли? Да, ну, у меня оставался, на самом деле, там буквально небольшой долг перед налоговой, там около трех тысяч рублей, но я это быстро выплатил. Коль говорите, что где-то пишете и публикуетесь, то, ну, наверняка следите за тем, что происходит, и как внутри нашей страны, ну, это само собой, но и вокруг. И, ну, учитывая ваш бэкграунд, с теми людьми, с которыми вы так или иначе раньше были связаны общим делом, как оцениваете вообще поведение? Ну, слово «оппозиция» — это оно не совсем подходит к этим людям, как мне кажется, да? Ну, формально, формально. Ну, давайте для простоты просто, чтобы было понятно, о ком мы, ну, пусть будет оппозиция. Насколько они серьезно вообще влияют, не влияют или думают, что влияют на ситуацию, в том числе и внутри Беларуси на сегодняшний момент? После всех событий, которые были, там, особенно в 21-м году, я, конечно, зарекался, что все вот с темой политики для меня навсегда закончено, все, я как бы прошел все этапы, но, к сожалению, политика из меня до сих пор не ушла. И, более того, очень много людей, с которыми я общался ранее, в том числе по каким-то рабочим вопросам, я с ними поддерживаю связь, пусть стараюсь меньше читать именно какой-то оппозиционной пропаганды и так далее. Я сейчас вообще, по сути, не подписан, наверное, за исключением пары государственных телеграм-каналов, кстати, вот Белт в том числе. Я просто стараюсь чуть менее активно следить именно за повесткой, но, тем не менее, это не лишает меня доступа к информации о том, что происходит и у нас в стране, в государстве и там за рубежом. В том числе благодаря тому, что, как я уже сказал, до сих пор общаюсь со многими людьми и даже несмотря на все события, отношения поддерживаю хорошие. Тем более того, вот чем больше я сейчас возвращаюсь, наверное, в инфополе, тем больше людей, с которыми я даже давно не поддерживал связь, сами пишут, как бы общаются, спрашивают, как дела, рассказывают какие-то новые, я не знаю, я бы сказал, приколы из того, что происходит по ту сторону баррикад, назовем это так. В том, что касается влияния, ну, слушайте, по-моему, это смешной вопрос, потому что всем уже давно очевидно, что сейчас никакого влияния нет и его нет уже, наверное, последние пару лет так точно. На мой взгляд, вообще последний раз, когда оппозиция могла еще хоть как-то использовать свою политическую силу, в том числе для того, чтобы, допустим, попытаться как-то договориться с государством или сделать какой-то реальный политический шаг, это был как раз 21-й год. Тогда, на мой взгляд, это был их последний шанс, когда у них оставались еще хоть какие-то остатки влияния, в том числе благодаря контактам со странами Запада. Сейчас этого влияния, безусловно, уже нет, как минимум потому, что уже нет реальной аудитории и реальной поддержки их стороны. То есть, да, эмигрировавшие по каким-то политическим соображениям беларусы, безусловно, так или иначе будут их поддерживать просто потому, что некого больше. Но даже и это тает. И в качестве подтверждения достаточно посмотреть, сколько сейчас набирают просмотров какие-то их посты в их подконтрольных СМИ, в их телеграм-каналах и так далее. И более того, я все-таки, наверное, с позиции человека, который много лет провел в журналистике, могу говорить так, что достаточно взглянуть на подконтрольные СМИ для того, чтобы понять, что происходит внутри. А там возникает самая большая проблема в том, что они не способны больше создавать новые нарративы. В чем сила любой какой-то новой политической силы? Это создание каких-то новых смыслов, создание новых нарративов и продвижение каких-то новых идей. Сейчас у оппозиции нет буквально ничего нового, что предложить людям. Они не в состоянии сформулировать какие-то новые смыслы, какие-то новые идеи и предложить людям вообще хоть что-нибудь. И это, я бы сказал, да, это естественный процесс, и он будет, безусловно, продолжаться. Причем, вот честно, я бы даже не назвал это, наверное, стагнацией, это скорее деградация, потому что были пройдены и попробованы уже абсолютно все, как кажется, варианты, сценарии, но ни к чему хорошему это не приводит. И более того, я скажу еще, наверное, так, по факту, даже если открыть, опять же, вернемся к СМИ, даже если вот открыть о том, что там пишут, 95, наверное, процентов всех новостей, всех каких-то заметок и материалов в целом, это так или иначе перепечатка госисточников. Просто с переворачиванием все вверх ногами. Ну и с какими-то комментариями. Ну, с собственным эмоциональным окрасом и так далее. И это тоже не может не говорить о том, что своего ничего не осталось. И более того, особенно для СМИ, безумно важно иметь журналистов, как говорится, на земле, в поле, которые будут взаимодействовать с людьми, которые будут лично ездить на какие-то интервью, репортажи, когда редакция будет находиться здесь. Потому что, ну, в целом, как показывает практика, как показывает вот нынешний современный опыт, СМИ в изгнании — это примерно то же самое, что и правительство в изгнании. Ни одного успешного случая в истории. Ну, по поводу СМИ я с вами соглашусь и поделюсь вот со своим наблюдением. Вот, например, в Ютубе вбиваешь там белта, и первое, что у тебя сразу выскакивает реклама с контентом тех самых подконтрольных СМИ. То есть, самые, ну, типа оппозиции. Но, важно, реклама. То есть, за то, чтобы я это увидел, кто-то заплатил. Ну, хорошо, вы платите за это. Что же у вас по действительно просмотрам? И, ну, грустненько. Грустненько. То есть, рядом статистика просмотров, вот, даже, ну, не то, чтобы я хвалю белту, но даже с нами она не стоит. Просто мы, например, за вот такое продвижение контента не платим ни копейки. У нас статистика просмотров — это исключительно зрительский интерес. Вот разница. Ну, это так, для понимания просто общей картины. Слушайте, а людям, которые все-таки вот, ну, поверили когда-то, и я же так понимаю, до сих пор многие считают, например, ну, ту же Тихановскую, там, как они там говорят, президенткой, лидеркой. Ну, и такие слова употребляют. Они что, до сих пор в это верят? Важно понимать контекст и саму суть фигуры Тихановской. Она с самого начала была не конкретным кандидатом, а лицом, там, с программой, с какими-то политическими амбициями. Это был просто собирательный образ, кандидат против, что называется. И за нее, да, там, некоторые люди действительно голосовали. Просто как за кандидата против. То есть не за Лукашенко, значит, за нее. Все. Другой вопрос в том, что это очень быстро стало обрастать вот этим штабом, появлением каких-то конкретных спонсоров, политических сил сторонних и так далее. Там совершенно другие люди, там совершенно другие интересы и так далее. Она, в принципе, ни для кого не секрет, что буквально просто, не знаю, марионетка, да, очень заезженная фраза. То есть, естественно, она никогда ничего не решала и не будет решать. Это очевидно всем. И поэтому сам вот этот статус, там, народной лидерки и еще что-то, ну, это скорее статус штаба, а не ее самой, прежде всего. Во-вторых, ну, все, что, вот, наверное, сейчас осталось у штаба, будем называть это так, это сам факт участия Тихановской в выборах в 2020 году. И то, что, да, какой-то определенный, определенная прослойка белорусов, определенный процент населения действительно за нее голосовал. Это факт. Но вот будут выборы сейчас в 2025 году, по-моему, вот недавно обсуждали, да, где-то в начале лет. Ну, до 20 июля по конституции должны пройти уж когда точно, пока да нет. Вопрос, что будет потом, потому что уже сейчас... Ну, просто, вот это действительно очень интересный вопрос, потому что вот все эти ребята, которые сейчас, ну, называют себя там, ну, или чьи фамилии, имена подняты на знамена, да, там, какой-то там борьбы с кем-то, они все порождены 20-м годом. Окей. Наступает 25-й год, новая страница вообще в истории. И что потом? Тут, мне кажется, все очень просто. Они канут в лето точно так же, как все время это было, если помните, там, Санников или там вообще какой-нибудь Меленкевич. Где они сейчас? Да черт их знает. И тут будет все то же самое. Это просто вопрос времени. Потому что уже неоднократно были примеры каких-то оппозиционных лидеров, которые после событий определенных уезжали. Что с ними происходило дальше? Все, они постепенно просто растворялись в медиапространстве и все. И кто там где, как, с чем живет. Это говорит о том, что это абсолютно разовый проект. Конечно. Причем, ну, и этот проект, ну, как говорится, не от земли, не от сахи, там, или не от печки, ну, как кому больше нравится. Да, вот тут уже подбирайте выражение. То есть это абсолютно придуманный проект. Ну, раз о человеке забывают на следующий день, ну, это как, знаете, вот в шоу-бизнесе часто говорят, а это группа «Поющие трусы». Почему? За них заплатили, а они спели на какой-то там сцене. Если они из себя ничего не представляют, то завтра, ну, придут новые. И вот такая же история получается. Ну, плюс-минус, да. Я бы сказал так. Поэтому дальше, ну, ничего не будет. Они будут постепенно увядать. Уже сейчас понятно, что даже тот же штаб Тихановской значительно теряет позиции. Достаточно посмотреть, как даже из вот этого вот так называемого их кабинета министров один за другим уходят люди, которые были на высоких постах в штабе. То есть сначала там ушел Ковалевский, который, в общем-то, хоть и представитель оппозиции, но важно сказать, что он реально по-хорошему умный мужик. И он самый первый сообразил, что как бы пора туда сваливать, как, ну, как с тонущего корабля. Вот. И недавно, вот буквально, по-моему, неделю назад стало известно, там, так называемый министр по социальной политике, госпожа Горбунова, кажется. Когда читаешь вот это вот кабинет министров, министры, это, ну, это было... Это смешно, на самом деле. Ну, это была попытка создания правительства в изгнании, но даже внутри изгнания она не имела силы, по сути-то. Потому что, ну, сколько было успешных вообще хоть каких-то проектов за последние годы, которые действительно сделали хоть что-то. Да ничего, абсолютно. Слушайте, ну, вместе с тем, пока, вот на эту минуту, во всяком случае, всю эту братью кто-то финансирует. Я уж не берусь говорить, там, в большей степени, чем раньше. Наверное, меньше уже. Безусловно. Ну, мне так кажется почему-то. Но пусть даже и меньше, но все равно этим ребятам хватает денег на то, чтобы куда-то ездить, да, там, с кем-то встречаться. Ну, или делать вид, что они встречаются. Конечно, всех повеселили эти встречи возле, там, туалетов. Вот вы в своем одном из интервью назвали это сортирной политикой. Вот, ну, даже так, но все равно это они куда-то ездят, с ними кто-то как-то пусть там через губу, но разговаривает, делает вид, что встречается. Ну, там же тоже не глупые люди в большинстве своем. Они же понимают прекрасно, кто это. Да. И все равно делают это, пока делают. То есть пока они еще нужны, получается. Начнем от обратного. Прежде всего, важно сказать, что Европа и европейские политики, они в целом очень осторожны. Это раз. Во-вторых, даже большинство этих встреч, которые могут поддаваться, как там, чуть ли не прорыв в дипломатии, они не несут за собой ничего. Это буквально протокольные встречи на 15-20 минут. Я лично видел, как проходят такие встречи, и там просто, как в том старом анекдоте, да, выражение глубокой озабоченности. То, чем Европа занимается там последние 20-30-40 лет. По любому поводу. Мы выражаем глубокую озабоченность, да, вот мы с вами, все пока. В общем-то, примерно так и проходит абсолютное большинство этих встреч. Они не несут за собой, по факту, никакой политической силы, кроме вот заявления о том, что вот смотрите, мы там встретились с каким-то официальным лицом, каким-то должностным лицом какой-то страны. Все. Это не более чем формальность. В то же время, официальные контакты ЕС с Беларусью, они никуда не деваются. То есть, я не знаю, насколько это, может быть, даже не освещается, что в европейских, что в белорусских СМИ, потому что эти встречи проходят за кулисами. Я даже не знаю, может быть, и не стоит это говорить, но я сам лично участвовал в нескольких встречах здесь, в Минске, с представителями европейских стран и различными послами. Я могу сказать, что переговоры идут, они продолжают идти, пусть, может быть, иногда они немного замедляются, иногда активизируются, иногда поступают какие-то конкретные предложения, но это в любом случае продолжается. И на этом фоне, особенно забавно, зная все это, наблюдать за потугами, которые происходят в вильнюсском штабе, о том, что вот там очередные какие-то налаживания отношений. В то же время здесь официальный Минск и официальные представители Европы продолжают вести переговоры, пусть у кулуарно, потому что европейские политики, они могут тоже говорить много чего, но все прекрасно понимают, что никому не нужна эскалация в регионе. Тем более, когда буквально вот у нас на границе идет война. Все стараются так или иначе поддерживать связь, и более того, искать пути по какой-то разрядке в политических отношениях, которые были очень напряженными в последнее время, в последние годы. Просто не публично. Да. Но вместе с тем, опять же, повторюсь, пока финансируют же по сей день. В том, что касается бюджетов, тоже тут все просто, и это еще одна из причин вот этой постоянной грязни внутри оппозиции, в том, что, по сути, штаб монополизировал практически все крупные финансовые потоки. Это и на содержание целого ряда оппозиционных СМИ, которые сейчас практически все, за исключением, может быть, одного-двух, там из двух десятков, практически все сидят на зарплате у штаба. У них общие нарративы, то есть там созданы отдельные фирмы, которые объединяют, через которые происходят выплаты. Но это тоже, я не думаю, что открыл для кого-то секрет. И точно так же происходит и в каких-то политических кругах, просто в плане того, что получить какое-то стороннее финансирование сейчас практически невозможно, и именно поэтому идет вот эта постоянная грязня, в том числе вот со стороны латушка, которым уже тоже... Это еще поговорим, это такой тоже интересный персонаж, да. Вот, но сами финансовые потоки, важно заметить, что они, безусловно, они снижаются, и они дальше будут снижаться, потому что даже для каких-то крупных доноров, которые предоставляют гранты, для них очень важна отчетность, для них очень важно все равно показывать хоть что-то. Если там в какие-то прошлые годы, еще даже там до 2020 года, да, зачастую показателем активности было там, не знаю, выйти, раскидать листовки, там что-то еще, то есть это было хотя бы изображение какой-то деятельности, то есть сейчас показывать что? Мы в собственных же СМИ опубликовали там 10 инфоповодов, по поводу выдуманных женами. Плюс, опять же, многие какие-то соцопросы, какие-то вопросы в интернете, я уже вообще молчу, они показывают, что интерес падает, что падает количество людей, которые их активно поддерживают, что падает вообще вовлеченность аудитории. И это естественно, и эта вот деградация, она и будет дальше продолжаться, и я, если честно, не вижу абсолютно никакого выхода для вот этих политических сил в том, как развиваться дальше. Вы сказали, политических сил, это накладывает определенную ответственность на этих людей, сама такая формулировка. Но все равно же продолжают кататься, продолжают кататься как по деловым делам, где бы кого-то возле сортирис поймать за руку еще раз и показать всему миру, вот смотрите, мы поздоровались. Но и по личным же тоже? Безусловно. Безусловно. По поводу отдыха и частных трат. Дело в том, что в том же штабе постоянно проводятся якобы независимые аудиты, хотя понятно, что независимые экономические и финансовые аудиты, хотя понятно всем, что это все шито белыми нитками, разумеется, в том числе и личные траты, достаточно вспомнить. То, что стало целым, я бы сказал, интернет-мемом, это когда на руке у Вечерка заметили часы, по-моему, за 9 тысяч евро, или сколько там они стоят. Что такое было? Что такое было? И возникло очень много вопросов. Ну вот, снова, правда, снова получилось отличиться. У него, но на этот раз уже с Тихановской, потому что мои хорошие знакомые с той стороны рассказали историю, которую знают внутри штаба, о том, что Вечерка вместе с Тихановской и ее детьми летал отдыхать в Грецию на остров Крит. При этом эта поездка супертщательно скрывалась, сколько на нее было потрачено, из каких средств вообще были выделены деньги, потому что это тоже недешево все, тем более снять целый коттедж с охраной и всем прочим стоит денег. Но про это, естественно, нигде, никто и никогда говорить публично не будет. Так из каких средств? У них же как бы, ну, они же сами не зарабатывают. Из каких средств? Тех, что дали. Ну, это вопрос риторический, на мой взгляд. Нет, ну, еще я не знаю, правда, насколько, ну, тут сложно оценить, никто не скажет вам эту цифру, конечно. В штабе точно. Ну, что-то наверняка же и жертвуют те самые люди, которые до сих пор считают, что вот Тихановская президентка, лидерка. Слушайте, ну, раньше главным источником каких-то пожертвований это были даже непростые белорусы, а именно представители диаспор. Люди, которые чаще всего уже давно уехали в одну или другую страну мира. Естественно, там, белорусы тоже стараются как-то поддерживать связь. И многие из этих людей там заимели свой какой-то крупный бизнес, крупные доходы и так далее. Они пытались формировать как будто бы отдельные политические силы. И диаспоры были, наверное, одним из немногих, я бы даже сказал, основным источником какого-то дополнительного финансирования. Но это тоже почти закончилось. Мало того, что закончилась сама поддержка. Внутри многих диаспор тоже начались распри, споры и так далее. Многие диаспоры, которые давали достаточно крупные суммы денег, больше не финансируют все тот же штаб. И более того, многие диаспоры, даже которые активно поддерживали Тихановскую, они были переманены на другую сторону, тем же латушкой. А часть вообще уже открестилась от любых контактов с конкретными силами. Насколько вот к нему серьезно относятся там? Ну, насколько можно серьезно относиться к человеку, даже весь штаб которого, это я сейчас про латушка и его нал, изначально был просто сворован за два дня до старта у штаба Тихановской. Это с самого начала был ворованный проект, ворованные идеи, соцсети и так далее. С самого начала. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что, в принципе, да, он как бы конкурирующая сила. Есть, конечно, еще всякие силы поменьше, но о них, я думаю, в приличном обществе даже, как-то и говорить, стынно будет. Поэтому латушка сейчас, конечно, почуял запах крови, почуял то, что вот сейчас можно наконец давить. И, естественно, он сейчас пытается изо всех сил сместить Тихановскую для того, чтобы сесть на вот этот трон и, собственно, замкнуть все денежные потоки на себе. Но если министры и штаб Тихановской, они хоть немного рукопожаты, то латушка с большего — это человек, который, я бы сказал, наверное, вызывает какую-то отрыжку у большинства западных политиков и вообще серьезных лиц, которые занимаются там непосредственно финансированием и какой-то принимают, и из тени, я бы сказал так, принимают какие-то решения. Потому что абсолютно неспособная ни на что самостоятельная фигура из того, что он действительно вот может и умеет, это красиво говорить. И все. И на этом все. То есть я молчу даже про какие-то инициативы, что-то еще. Он столько лет тренировался здесь при секретаре МИДа. Конечно. Вот. Вот. И из того, что он пытается делать сейчас, из последнего, что я слышал, он бегает вообще там по полиции, по польским спецслужбам, говорит о том, что вот его жизни угрожает опасность, вот он весь такой-сякой, вот там белорусский режим пытается его убить, что там только не говорится, но суть остается той же, что и в анекдоте про неуловимого Джо, где Джо неуловим просто потому, что он никому нафиг не нужен. Ну вот потому, как у них вот внутри устроено, даже, ну, в их придуманных абсолютно каких-то этих правительствах, штабах. Что можно судить об этих людях, если вот вдруг представить страшном сне, что вот они сегодня приходят здесь в классе. Вот они много говорят о демократии, о том, что вот важно очень соблюдать мнение каждого. Часто ведь проскальзывают, что смотрите, как у нас все вот тут демократично. И вот если мы вдруг что-то таким распространим этот опыт. Но глядя на то, как там на самом деле все происходит, применяется ли к этому всему слово демократия, например? Безусловно, нет. Хотя бы, опять же, отталкиваясь от вопросов СМИ, которые полностью подконтрольны, которые полностью цензурируются, которые никогда не напишут ничего плохого про национальную лидерку. Это очень легко отследить. Нет никакой ни критики, ни сторонних мнений, ничего. Эта цензура, это уже совсем не признак демократии, как мне кажется. Я думаю, вы считаете примерно точно так же. Вот Лукашенко называют последним диктатором Европы. Он и сам себя так называет, там в шутку где-то. Не кажется ли вам, что если вот такие вот ребята придут к власти, вот тогда мы по-настоящему узнаем, что такое диктатура? Я думаю, да. И я скажу, более того, я надеюсь, что к власти они все-таки никак не придут. Да и, если честно, я не представляю даже, как это вообще может даже чисто технически произойти. Насколько выбило почву из-под ног у них последнее решение президента об амнистии людей, которые, как их всех объединить одним словом, сидели по протестным статьям? Просто было очень интересно смотреть за реакцией и тех же оппозиционных политиков, политик, слово-то какое, и в пабликах, что писали, в общем-то, их же. И общий ритмотив был такой, что ой, как же плохо, что люди выходят на свободу. Они же должны сидеть за идеалы и все такое, а они вот уже сто человек, уже почти, и смотришь и вышли. Почему такая реакция? Радоваться же должны. Ну, во-первых, потому что на вот эту правозащитную деятельность и вообще деятельность по освобождению политзаключенных, как там пишут, выделяется отдельное целое направление, это отдельный пласт работы, по которому пишется очень много бумажек и ложится очень пустых отчетностей. Но, понятное дело, что это просто пшик в воздух какой-то, да, то есть это не приносит абсолютно никаких дивидендов для тех людей, которые действительно сидят в тюрьмах по протестным делам. Это я даже могу помнить по себе, что мне там повесили вот эту официальную табличку политзаключенного и так далее. Если вы думаете, что это хоть как-то помогает, это вообще никак не помогает. А в этом, собственно, и состоит сейчас большая работа каких-то правозащитных организаций, каких-то политиков, которые очень много говорят о том, что вот там в Беларуси полторы тысячи политзаключенных, что-то еще, но при этом для освобождения этих людей не делается ровным счетом ничего, никаких реальных шагов, никаких реальных договоренностей, никаких даже попыток хотя бы установить контакт с государством, о том, чтобы на каких условиях может быть, что оппозиция может предложить для того, чтобы государство отпустило часть осужденных по протестным статьям, часть сторонников оппозиции. Потому что это нормальный процесс переговоров всегда. Но здесь не происходит даже этого. И более того, вот сейчас такое освобождение, и насколько я понимаю, это далеко не последнее, которое произойдет и еще будет происходить. Потому что уже намечается определенная тенденция, уже намечаются, мы видим, в том числе в том, что говорит президент о том, что, судя по всему, люди будут продолжать выходить и дальше. И это лично меня не может не радовать, потому что люди осуждены на достаточно большие сроки, многие из которых, более того, раньше никогда там даже ни за что даже по административным статьям не привлекались, которые, да, где-то поддались эмоциям, где-то написали какую-то гадость в интернете, где-то вышли, помахали флагом и так далее. Я считаю, что прощать таких людей действительно нужно. И очень радует, что и государство, и лично президент это понимают и понемногу уже освобождают людей. Пусть пока там какими-то относительно небольшими группами, но даже по 30, по 40 человек, это уже много, и это еще, получается, каждое такое освобождение, это 30-40 семей, к которым вернулись их близкие. За какие-то ошибки, которые они совершили. Главное, чтобы люди выходили как бы со сознанием, с полным сознанием того, что с ними произошло. Ну, поэтому и работает целая комиссия по помилованию. Главное. Знаю, что люди до сих пор пишут в этой комиссии про то, что единственный минус может быть состоит в том, что в последнее время про саму вот эту комиссию по возвращению, допустим, именно живущих за рубежом, говорится достаточно мало. На мой взгляд, это может быть какая-то небольшая недоработка со стороны государства в плане того, что это нужно, может быть, чаще, активнее упоминать. Особенно на фоне того, что из тюрем выходят люди. О том, что вот, посмотрите, даже осужденных, вот, пожалуйста, они раскаялись, там, все, вот они уже дома. Люди, которых там даже не судили, и более того, я уже это неоднократно подчеркивал, многие из тех, кто выехал, максимум, что им светило, это условные 15 суток. Никак не уголовные дела или что-то еще. И они просто боятся вернуться, думая, что вот здесь с ними приключится что-то нехорошее, и так далее. Поэтому специально придумана эта комиссия по возвращению для того, чтобы люди могли обратиться с официальным запросом, и с официальным запросом им ответили, что там, вот, да, в отношении вас есть уголовное дело или нет, все, что вам там нужно, это заплатить штраф в условную там, не знаю, сколько там штраф, за там какое-то административное правонарушение, и все, вы можете вернуться. И большинство людей почему-то до сих пор боится это делать, думая, что вот, вдруг там меня где-то не заметили, что-то еще, но давайте будем реалистами. Тот же Губопик показывает, что до сих пор выявляются и до сих пор задерживаются, уже по прошествии, сколько будет, уже 4 года. И, ну, наверное, глупо считать, что вот, наверное, меня там где-то не заметили, и так далее. Государство и правоохранительные органы уже показали, что они знают, если не про всех, то, наверное, про 99, 99% людей, которые участвовали вот в какой-то протестной активности. Но, что при всем при этом, до сих пор есть люди, которые туда обращаются. Более того, даже ко мне обращались за помощью три раза, получается. И вот двум людям я конкретно уже помог с подачей документов, с тем, чтобы как-то рассмотрели чуть быстрее их заявки. И я рад, что помог людям вернуться домой. Вот один человек уже вернулся, второй вот скоро должен приехать сюда. И, на мой взгляд, нужно говорить об этом чаще, о том, что, ну, уже пора возвращаться, закончилось, наверное, в том числе в гражданском обществе уже какое-то противостояние. И, я думаю, абсолютно все, за исключением может быть каких-то редких, и особо одаренных понимает, что пора созидать, а не разрушать, что нужно строить жизнь, что нужно возвращаться к обычной жизни и вообще в целом двигаться как-то дальше, а не застревать в том прошлом, во всем том, что было вот те годы. Если посмотреть на вообще историю белорусской оппозиции, будем ласково называть ее так, ведь на самом деле то, что происходит сейчас, вот лица меняются. Вот вы упоминали Милинкевича, Санникова. Это люди из выборов, которых вот сейчас выйдя на улицу спроси, никто уже и не помнит, Но каждым выбором появлялся какой-то такой вот проект. Всегда он финансировался извне. почему вот весь этот цирк вот такой оппозиционный, он не меняется с годами. Как вы думаете, сколько лет уже мы это наблюдаем, только вот фамилии можно поменять, но принципы они те же. Вы знаете, это хороший вопрос, на самом деле я сам, вы сейчас сказали, я сам об этом даже задумался немного в плане того, что действительно почему. То есть возможно суть в том, что наверное до сих пор в Беларуси не было ни одного по-настоящему сильного какого-то оппозиционного политика, который мог бы как минимум своих сторонников объединить, какой-то общей идеей и так далее, который смог бы не впадать вот в эти какие-то внутренние склоки и так далее. Но такого человека во-первых, до сих пор не появилось, во-вторых, проблема видимо в том, что наверное нельзя изобрести какой-то велосипед заново политический и потому что не имея власти реальной люди начинают грызться за деньги, потому что можно говорить долго про эти психологические потребности и так далее. То есть если нет власти, значит надо спускаться на уровень ниже и хотя бы конкурировать за какие-то деньги, за финансовые потоки. Вот и все. Ну да, так и получается каждый раз одно и то же. 2025 год у нас на носу, что называется, и выборы президента важная политическая компания. Недавно выступая на концерте к дню народного единства глава государства снова вбросил в общество такое не то чтобы предупреждение, но мысль вслух, как мне показалось больше, что так или иначе нас в покое не оставят. Ну и об этом многие говорят. Так или иначе будут пытаться что-то пытаться здесь сделать. Тем более, что ситуация в регионе действительно очень сильно обострилась даже по сравнению с 20-м годом. Ставки растут во многих играх, в которых мы даже не участвуем, но в которых нас очень пытаются вовлечь. Мы видели технологии, которые применялись в 20-м году. Что, на ваш взгляд, могут применить против белорусского государства в 2025-м году? Какие-то ноу-хау, если такие придуманы к этому времени. в политтехнологиях? опять же, за последнее время, наверное, не было каких-то ноу-хау. Более того, наверное, события 2020 года, в том числе, как бы, те вещи, которыми я занимался, это, наверное, в целом было, может быть, пусть по самой сути и не самое новое, но именно то, как было выстроено взаимодействие, как максимально использовались социальные сети, масс-медиа и так далее. Я бы сказал, что вообще, в целом, то, что было в Беларуси, это было больше такое, как попытка какой-то, я бы сказал, медиареволюции через масс, именно через источники масс-медиа, через СМИ и так далее. Придумать что-то новое, в принципе, очень тяжело. и я думаю, и я думаю, что вот к следующим выборам, если будет применяться, то это будет применяться нечто более собирательного образа, и это будет некая выборка из всего и сразу, то есть создать такую кашу, да, грубо говоря, сварить кашу из топора. Ну, эффективность, конечно, остается под вопросом, но единственное, за что могут быть опасения, это за какие-то вооруженные конфликты, это из-за того, что и, как я уже говорил, у нас военные действия там от Гомеля в скольки там километрах иногда проходят, и, безусловно, это люди с боевым опытом, причем белорусы. Вот ты, кстати, об этих людях хотел бы тоже узнать вашу точку зрения. Сегодня, да, на территории Украины в рядах вооруженных сил Украины набирается боевого опыта, что самое, наверное, главное об этом. Какое-то количество людей, которые называются белорусами, и, более того, приверженцев оппозиционных взглядов. Велик ли риск то, что их попытаются использовать где-то в 25-м году? Ну, во-первых, важно подчеркнуть тот факт, что большинство из тех, кто вот среди этих людей говорит громче всех, имеет меньше всего какого-то реального боевого опыта, и реального влияния. Тикток войска, так это называют. Да, но при этом, опять же, важно отмечать, что есть люди, которые действительно долгое и продолжительное время находятся в зоне боевых действий, которые действительно принимают участие в военных действиях, в которых достаточно много за эти годы накопилось реального боевого опыта. такие люди есть, и я думаю, глупо было бы это отрицать. Но, в целом, во-первых, прежде всего нужно разделить вот этих белорусов с боевым опытом на две основные категории. Первые, это те, кто до сих пор находится в официальных вооруженных формированиях в Украине. И вторые, это те, кто увидели там все это даже, наверное, на три. Вторые, это те, кто уехали оттуда, то есть там уволились по каким-то своим личным причинам и так далее. И третье, это те, которые увидели вот всю эту внутрянку, разочаровались и послали все нафиг и не имеют больше никакого отношения ко всему этому, потому что даже внутри там того же полка Калиновского и так далее, всем прекрасно известно, насколько там тоже были стычки за деньги, за поставки, за какое-то влияние должности и так далее. Это вообще пока основная часть ребят находилась на фронте, их так называемые руководители грызлись между собой за деньги и за должность. И поэтому это тоже многих отвернуло, особенно с учетом того, что к этому имел отношение в том числе и штаб в Вильнюске. Но не суть. И получается вот первая вот эта группа людей, они, так как это военная организация, они, естественно, подконтрольны какой-то кому-то более вышестоящим. В данном случае в Украине устроено так, что в принципе все военные формирования, состоящие из иностранцев, находятся под юрисдикцией ГУР, главного управления разведки. И поэтому, если такие части, регулярно действующие, я бы так сказал, будут делать что-то напрямую и проводить какие-то там диверсии, вылазки в Беларусь, это будет означать, что это был прямой приказ руководства Украины. Значит, я думаю, это можно расценивать однозначно и прямо как акт агрессии, неважно, чьими руками. Вторая группа это те, кто повоевали, может быть, и недолго, может быть, чуть дольше, но вот уехали обратно в страны Европы. Их позиции, конечно, и то, что происходит у них в голове, сказать достаточно тяжело, потому что в основном они достаточно разобщены. То, что, может быть, наберется пара десятков фанатиков, которые будут готовы независимо от Украины или каких-то европейских стран именно по указанию штаба или еще кого-то попытаться сделать хотя бы на границе, да, это возможно, но насколько для белорусской армии, белорусских спецслужб будет представлять опасность группу, условно, там даже из 50 фанатиков с оружием, но я думаю, объяснять не стоит, вы сами прекрасно знаете. Вот, ну а третий разочаровавшийся, ну их, я думаю, уже вообще учитывать не стоит, потому что они как раз все это увидели. Хочу, чтобы они услышали сегодня с этой высокой трибуны. Мы знаем о всех занаслах и ничего у них не получится. Они не смогут еще раз повторить то, что было в 2020 году. Мы люди, которые умеют извлекать уроки из прошлого. Это я процитировал президента с его выступления на концерте ко дню единения. Как вы для себя расшифровываете вот этот вот посыл главы государства? Даже нет практически какого-то, наверное, двойного смысла и так далее. Это практически прямая речь тем людям и тем силам, которые захотят снова вмешаться в жизнь страны в 2025 году о том, что у вас ничего не получится, даже не пытайтесь. И более того, все последовательные действия государства по защите за последние годы это только подтвердили и показали о том, что в случае чего жалеть и разбираться уже ни с кем никто не будет. Это будут жесткие ответы, о чем постоянно озвучивается как из уст президента, так и из уст представителей правоохранительных органов и так далее. Опыт есть, опыт имеется и все же прекрасно знают, как реагировать в той или иной ситуации. Посыл президента очень прост и прозрачный. И кому это адресовано, это тоже, на мой взгляд, риторический вопрос. Роман Протасевич, образца 2020 или 2021, как он больше? Где он комфортнее? В каком? Пусть будет 20-й. Пусть будет 20-й. И Роман Протасевич, образца 2024. Какие главное внутри себя изменения вы определяете? Знаете, наверное, изменений больше, чем кажется. Мне даже будет тяжело сформулировать сейчас это, вот собрать, знаете, в какой-то единый клубок для того, чтобы сказать. Первое, ну, наверное, самое главное изменение, которое я получил за все эти годы, в том числе для себя, это то, что теперь я другой человек хотя бы потому, что я хочу созидать, не разрушать, не там, условно носиться по горячим точкам каким-то что-то еще, я хочу созидать, я хочу спокойной жизни. Вот этой, той самой пресловутой белорусской стабильности, за которую все Беларусь, кстати, любят, сколько бы это ни было, может быть объектом каких-то шуток и так далее. и прежде всего, наверное, что еще хочу добавить, это то, что у меня теперь появился намного более взвешенный подход и намного более обширные взгляды о том, что происходит и о том, что из себя представляют люди вокруг, потому что мир не бывает черным и белым. Из полутонов, я согласен. Для того, чтобы вот это вот понять и вот так вот измениться, как вы говорите, вот нужно было пройти вот все эти приключения, в том числе исключения? Ну, в моем случае, видимо, это было, в моем случае, видимо, это было нужно, да. Это был, наверное, самый сильный во всех смыслах жизненный урок, безусловно. В 2020 году Арман Протасевич шатал режим. А сейчас он готов шатать в другую сторону? Вы знаете, я уже нашатался в своей жизни. Это, в принципе, неоднозначно, неоднократно говорил. И вот как раз об этом я и говорил, когда... В случае, если та сторона начнет недружественное действие в отношении нас, они постоянно происходят. Слушайте, я это уже отмечал, и отмечу еще раз о том, что, безусловно, если на мою страну нападут, я, как, наверное, настоящий патриот Беларуси, пойду защищать страну в любую сторону, там, где это будет нужно. Вот и все. Ответ очень простой. Если что-то будет, я исполню долг любого мужчины и пойду защищать свою родину. В этом сомневаться не приходится. Спасибо за разговор. Субтитры создавал DimaTorzok